В Петропавловске состоялось расширенное заседание Совета Матерей. В нем участвовали делегаты из 13 районов, а также гости из Астаны. На встречу пригласили представителя редкой профессии, родолога Алию Сагимбаеву. В ее центре люди познают себя, изучая семейные корни. Беречь память о предках должны все, считают члены Совета Матерей. Говорили также о руле женщин в сохранении экологии. Женслу Тастемирова продолжит. Рука, качающая колыбель, правит миром. Это вечная истина. Женщина всегда занимала особое место в обществе. А главной ее миссией было и остается воспитание детей. Счастье быть матерью под таким названием проходит сегодняшняя встреча. О связи поколений рассказывает Алия Сагимбаева. 15 лет назад она основала в Астане центр родологии. Если хочешь правильно воспитать свою семью, своих потомков, свой род, правильно, благородно воспитай сына. Во главе рода всегда стоит мужчина. В связь с предками верят многие народы. У русских даже говорят, как на роду написано. А казахи должны знать своих дедов до седьмого поколения. Эти знания раньше в каждой семье были. Все знали, что надо хранить память о предках, помнить о них, династии передавали, рассказывали. Ну а сейчас век глобализации приводит к тому, что человек уже не совсем понимает, а кто он, потерянные корни. Допустим, можно образное выражение, если корни дерева не поливать, дерево же не будет расти. Точно так же, когда мы забываем о предках, мы в жизни не будем просветать. Эту идею и должна пропагандировать каждая хранительница очага. Сегодня на женщин возложено много задач. Они могут преуспевать в карьере, строить успешный бизнес, заботиться об окружающей среде. Именно женская неравнодушие к экологии стала стартом для международной организации Expo and Women. Основали ее казахстанки в 2015 году. Они продвигают идею о зеленой экономике на родине, а потом делятся успехами на ведущих мировых площадках. В ноябре 2018 года мы провели первый в Казахстане форум сельских женщин, на котором целая площадка была посвящена именно зеленому бизнесу, внедрению зеленых технологий не только в бизнесе, но и в социальных объектах. Мы сейчас продвигаем эти идеи. Мы вышли с большим предложением подписать меморандум в поддержку спецпроекта ОЛЕЛБСГ. А Гульмира Муханказа в сентябре 2017 года основала благотворительный фонд «Харикет». На собранные средства покупают жилье нуждающимся. В нашей области помогли отцам-одиночкам в Айртаусском районе и Петропавловске. Сегодня вручают ключи от 80-й по счету квартиры. У семьи Рахимжановых из Астаны никогда не было своего жилья. Все это время приходилось снимать квартиру. Муж умер. Шестерых детей Гульмира воспитывает одна. Теперь не может поверить в свое счастье. Теперь у Рахимжановых есть четырехкомнатная квартира в Астане. По казахской традиции семье вручили Курымдек. Жан Солота Стемирова, Михаил Казначеев. Новости МТРК.